Украине не хватает на зиму 4-5 миллиардов кубов газа. Кабмин утвердил план по подготовке к отопительному периоду. В подземных хранилищах в октябре должно быть 17 миллиардов кубов газа. Кабинет министров на заседании утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018-19 ГГ. Об этом сообщает Интерфакс Украина в четверг, 26 июля. Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах, ПХГ, к 1 ноября 2018 года должны составить 17 миллиардов кубов м. По состоянию на 24 июля запасы составляют 12-47 миллиардов кубов м. Таким образом, Украине сейчас не хватает на зиму более 4-5 миллиардов кубов газа. В мае-июле текущего года в хранилище закачивается около 1-6 миллиардов кубов м газа ежемесячно. Сохранение таких темпов закачки в августе-октябре позволит стране войти в ноябрь с рекомендуемыми правительством запасами. По состоянию на 23 октября 2017 года наибольшие запасы газа в ПХГ страны составляли 16-973 миллиардов кубов м. Кроме того, согласно плану мероприятий, запасы энергетического угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины к ноябрю этого года должны составить 2-6 миллионов тонн, в ТЭЧИ, антрацитовых марок – 1 миллионов тонн, газовых – 1-6 миллионов тонн. По состоянию на 25 июля 2018 года запасы антрацита на складах электростанций страны составляют 0,6 миллионов тонн, газового угля – 1,1 миллионов тонн. В ноябре 2017 года ТЭС и ТЭЦ Украины вошли с запасами антрацита 0,8 миллионов тонн, газового угля – 0,6 миллионов тонн. Кабмин также поручил довести до 1 ноября запасы мазута на ТЭС и ТЭЦ до 130 тысяч тонн, тогда как на 25 июля они составляют всего 38-4 тысяч тонн. По состоянию на 1 ноября 2017 года запасы мазута составляли 99-5 тысяч тонн. Накануне стало известно, что Украина отстает от графика подготовки к отопительному периоду. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко констатировал, что будущая зима в Украине будет непростой. Ранее сообщалось, какие города в Украине рискуют остаться без тепла нынешней зимой. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюзгроком.